Давайте поиграем в загадки. Музыкант или актёр? Даже сам ответить он на это не может. Ответ правильный. Это Джаред Летт. Человек-оркестр, ну или просто идеально вписывающийся в образ психа или наркомана в своих ролях актёр. Как ни крути, но что музыка, что кино выходят у него на 5 из 5. Сейчас мы разберёмся всё-таки, кто такой Джаред Летт. Гений музыки или кино? Это Кинокорб, канал про кино и всё, что с ним связано. Начать можно с того, что детство у него было, так скажем, весёлое. Его воспитывала мать-хиппи, и может поэтому у него такие странности, например, как не пользоваться мылом, а предпочитать шампунь, или, например, не здороваться с людьми за руки из-за фобии микробов. Скажите, напоминает всё это странности каких-то гениев? То Джейнштейн не любил носить носков, а Черчилль играл в солдатики в своём возрасте. Но опустим лирику. Джаред Летта. Кто он такой и почему он гений? По-настоящему его актёрская карьера началась в 99-м и 2000-м, когда на экраны вышли картины «Бойцовский клуб» и «Реквием по мечте». Но если с первым всё ясно, фильм шикарный, классика жанра, то второй фильм бросает в дрожь. «Реквием по мечте», кто не знает, а таких я думаю много, это фильм про наркозависимых, в исполнении его в главной роли. Фильм шикарный, настоящая классика, где только по одному выражению его лица видно, что он торчок и ещё заядлый. Название говорит само за себя, «Реквием по мечте», мечтавший преуспеть в жизни и построить крепкую семью, главный герой упускает всё, начиная переходить от наркотики. И с каждым моментом наркотики становятся всё тяжелее, вплоть до самых тяжёлых. Так он и теряет нить своей жизни, но всё ничего. Но не один такой, его друг такой же становится. Девушка идёт в проституцию из-за нехватки денег на наркотики. Но что никто не ожидал, это то, что его мать становится такой же наркоманкой. Но у неё это вышло случайно, из-за того, что ей врач посоветовал психотропные таблетки, от которых у неё конкретно поехала крыша. Настолько сильно сыграет наркозависимого, это надо иметь реальный талант. По одному взгляду видно, что он наркоман. Очень символично сделано начало и концовка фильма. Начало, где я с первых секунд понял, что он со своим темнокожим другом неслит продавать телевизор, чтобы купить себе очередную дозу. Это классика наркоманской жизни. Концовка печальная, но тоже символично запечатана в картине жизни наркозависимого человека. Четыре героя, четыре маленьких кадра на одном большом кадре. И каждый наркозависимый скручен от ломки в позе эмбриона с поджатыми коленями груди. Ну разве что Гэри в роли Джареда Летта лежит в больнице с недавно ампутированной рукой из-за наркотиков. Этот фильм имеет много общего с новой картиной «Братьев Руссо», которые режиссировали фильм на Apple TV+, под названием «По наклону». Фильм в таком же жанре. Наркозависимый и их печальная судьба, но все-таки повторить такой сильный успех, как у «Реквием по мечте» не удалось. Хотя фильм все равно вышел достойный. Может сложить сомнение, что Джаред идеально вписывается в роль наркомана, и вы будете правы. Картина «Оружейный барон», где он играет роль брата торговца оружием, родом из Одессы, но которые проживают в США. Фильм, кстати, основан на реальных событиях, и это добавляет ему большой плюс к рейтингу. Но заканчивается все так же. Он погибает, но не от наркотиков, а от пули. Все-таки оружейный бизнес – это дело опасное. Тем более, когда он не совсем честный. Два брата. Один успешно ведет дела и бизнес, зарабатывая хорошие деньги. Второй брат, не сильно младше старшего, не может похвастаться тем же. И оказывается почти по своей воле в нарколечебнице три раза подряд. Концовка этого фильма сильная, и я думаю, стоит посмотреть хотя бы маленький кусочек, чтобы понять. Ресторан «Крымский». Папа. У меня погибли оба сына. К сожалению, фильм на реальных событиях, и от этого становится еще тяжелее переносить этот фрагмент. Но Джаред, опять же, идеально вписался в роль наркомана. Человек с сильной зависимостью и уломкой каждый день. Но даже отойдя от темы того, что Джаред идеально вписывается в роль наркомана, играть психически больного человека в него получается не меньше. Такое ощущение, что роли психов и торчков – это его прямо. Но вписывается он в этот образ. Возьмем Джокера, где роль и его подготовка была один к одному. Он-то также пукал всех на съемочной площадке. И все дни съемок вел себя как псих, чтобы полностью погрузиться в роль. Ну и скажите еще, что он не гений. Но разве это не преданность работе? Тяжело было понять, где сам Джаред, а где его образ Джокера. Так о нем отзывались коллеги на съемочной площадке. Недавно вышедший «Девол в деталях», где Джаред разделил съемочную площадку с Рами Малек и Дензелом Вашингтоном, имеет что-то общее. Ну как общее, фильм также про психа. Джаред знает, какие роли выбирать себе. Человека невиновного в убийстве, который получает удовольствие от того, что его подозревают. Редкий извращенец с эрекцией на трупа женщины. Что интересно, я сейчас не в накладном пузе его героя. Не забываем, что Джаред все-таки торщевает по фигуре. На съемочной площадке он уил себя так же, как его герой. Говорил загадками, держал интригу в разговоре. И что в кино, что в жизни. Не мог найти общий язык с Дензелом Вашингтоном. Тяжелый человек он на юмор и подколы. А Джаред любителю забрал. Бывало и такое, что они не здоровались, а лишь слегка кивали головой друг к другу, просто смотря в глаза. Думаете, что наркоман или псих для него последний ролик, где можно ужаснуться? Как вам роль транса в фильме «Далласский клуб покупателей», где коллегой по фильму стала Мэттью МакКонахи. Человек, который болен ВИЧ из-за постоянных связей с проститутками. И понимая, что жить осталось немного, начинает продавать таблетки для таких же больных. И почти 90% всех них оказываются геями либо трансами. Собственно, как и герой Джареда Лето. Ну или героиня. Датспервит. Джаред настолько охуенно вписался в роль транса, что получил Оскар, как лучшая мужская роль второго плана. В общем, фильм стоит посмотреть. В нем есть все, что нужно в фильме. Он не сильно тяжелый, хоть и поднимает тяжелую тему. Актерская игра всех на высоте. Джаред красавчик, а большего и не надо. Отойдя от темы его актерства, вспомним еще, что он еще участник группы 30 Seconds to Mars, которая неплохо так преуспела. И как признавался сам Джаред, музыку он любит больше, чем актерство. Хотя что-то, что-то у него получается на все 5 из 5. Все-таки он гений. Человек, который лучше всех сыграет роль, которая раскроет его на полную. Наркоман? Без проблем. Псих? Это запросто. Транс? Можно попробовать. Все это герои нашего выпуска. Который подошел уже к концу. Не забывайте делить сомнения в комментариях об этом всем. Ну а на этом мы уже закончим.